Всем привет! С вами Владимир и Костян, и мы по-прежнему во Вьетнаме! А Владимир приехал во Вьетнам, связался со мной, естественно, через Телеграм и изъявил желание попробовать змеи. Поэтому мы сегодня специально позвонили в несколько ресторанов, и только здесь нашлась змея. Эксклюзивненько для нас мы сегодня ее попросим приготовить. Володь, скажи, пожалуйста, как сейчас добираться? Легко, тяжело, как летели? Долетели быстро туркмейстанскими авиалиниями. С Москвы 4 часа, потом 2,5 часа пересадка, и уже 8 вроде бы часов уже до Хошимина. Хорошо, а извини за такой вопрос, а сколько сейчас долететь, прожить, не знаю? Весь тур стоит около 200 тысяч, это то есть перелет туда-обратно, проживание на 10 дней. Четверка, отель, все очень здорово, пляж собственный, завтраки есть, нас все устраивает, на самом деле хороший отель. Ну, слушайте, с такими раскладами вроде бы, на мой взгляд, стало получше. Ну, а мы переходим за стольчик и пробуем всякое. Само собой, змеюгу мы уже заказали. Как ее там приканчивали, разделывали, это, наверное, видео будет отдельно на каких-нибудь всяких бусти и патреонах. Кстати, обязательно туда заходите, именно если хотите видеть такие кадры. Володь, ну а нам с тобой принесли что? Стандартное туристическое блюдо, а именно свежая кровь с водкой. Да, вот так вот это здесь подается. О, Господи. Я скажу. Ну, говори. Ну, не знаю, по мне так прям не сильно противно, но, конечно, да, особенно с их местной, ну, не российской водкой, а с их местным самогоном, конечно, да, вкус совсем другой. Это прежде всего. Во-первых, алкоголь, который сюда замешивают, это страшная сивуха. Ребят, просто страшная сивуха. Она и пахнет, она и на вкус. По поводу же кровищи. Ну, я даже не знаю. Поэтому, наверное, не так и мешают, чтобы не так противно было, чтобы ты больше на алкоголь противность внимания обращал. Больше чувствуется именно вот это сивушный алкоголь этот. Нам, ребят, принесли, вот мы по рюмочке выпили, вот столько. Естественно, это спасибо не надо. Здесь еще иногда подают желчь, ровно же с таким вариантом. Не знаю уж, почему сегодня они без этого обошлись. Но, на мой взгляд, это лишнее. Захотели змею, а мы попросили ее приготовить в двух вариантах. Она достаточно здоровая. По цене потом узнаем. Ну, посмотрим. А я уже выбрал блюда, которые нормальные. Мы будем сегодня есть. А все-таки желчь нам принесли. Принесли в стакане с холодной водой. Вот она отдельно здесь плавает. Крупненько вы сейчас это увидите, как это есть. Но так как она одна, естественно, Володь вызвался быть героем. Куснуть, понять, что это... И запить. Это, я не знаю, это не с чем сравнить. Это просто жуткая горечь. Ну да. Она прям... Я запил она до сих пор во рту. Не, больше я экспериментировать не буду. Но ты отведал экзотики. Собственно, за этим и ехал. Ребята, на самом деле, многие вещи, которые здесь рассказывают о том, что ну вот вы приезжаете, да здесь и кровища, значит, такая, и желчь вот такая. Вот вам ответственное мнение человека, который это только что при вас все попробовал. Второго раза не будет. Вот видите, на один разочек. Окей, пофоткали, попробовали. И ладно, вы бы видели... Лицо моей жены. Да, которая сидит за кадром и немножко офигевает от всего происходящего. Ладно, ждем нормальные блюда, а потом и змею тоже. Обычные нормальные блюда нам сейчас поднесут. А первым нам уже поднесли нарубленную, а скорее всего, как я вижу здесь, пропущенную через мясорубку, половину змеи. Ну что, давай. Давай, давай. Я слегка соевым, с остротой вот здесь вот с краешку полью и вот так зачерпну. Я хочу на хлебушек. Можно и на хлебушек. Это вкусно. Да. Ну здесь еще специи, лучка, чесночка. Всего подобавили очень вкусно. Мясо жесткое. Пожевать. Ну да, пожевать. Ну другое дело, да? Блин, ну мне... Это вам не кровище? Не, мне очень нравится на самом деле, очень вкусно. Очень вкусно. Ну, блин, отличие, скажем так, есть от любого другого мяса. Но оно так за специями замаскировано, что в целом надо поразбирать, посидеть. Ты знаешь, я тебе вот что скажу. Змея, как и крокодил, например, если есть отдельный здоровый кусок, я никогда не ел какого-нибудь питона, где можно взять филе вот такое, знаешь, и вот так вот куснуть. Я такого не ел. Может быть, как-нибудь это и удастся сделать. Здесь же змея достаточно тонкая, поэтому ты огромный кусок филе с нее не сделаешь. Но второй вариант у нас заказан на пару. Может быть, там отчасти это и получится. Мы поэтому и заказали. Итак, здесь я могу сказать следующее. Во-первых, вкусно, хороший набор специй. В-третьих, это жесткое мясо. И ты понимаешь, что это не похоже ни на говядину, ни на свинину, даже ни на буйволятину и ни на кабана. Это свой определенный шарм по тому, как ты грызешь. Это как крясечки, да? Ну да. Еще дополнительно что-нибудь. Слушай, ну, понятное дело, змея это аж одна сплошная мышца, правильно? Поэтому мясо и жесткое. В целом, мне все очень нравится. По специям очень вкусно. Мясо, да, пожевать тоже очень вкусное. Они здесь готовить ее умеют. Мне больше добавить, наверное, нечего. Очень вкусно. Ребят, я прошу прощения, конечно же, за тот шум и гам, который здесь стоит. Это Вьетнам. И особенно сегодня у нас суббота, да? И гостей достаточно много в ресторане. Поэтому шум здесь стоит неимоверный. Слава богу, еще музыка не орет. Обычно и она тоже присутствует. Здесь стол занят на большое количество людей. А нам подносят уже и следующее. Там стол, короче говоря, вокруг очень и очень много людей. Говядина с грибами. Я вижу здесь из грибов это грибочки шимиджи, что не может не радовать. А также вот один королевский устричный. Давай, накладываем и пробуем. А, вот, смотри, здесь прям королевского-то нормально. И говядина тоже есть. Ну, я только шимиджи, а вот, королевского тоже есть, да. Давай, и чуть-чуть соуса, естественно, тоже. Володь, ну и что-то нормальное. Я уверен, тебе понравится. А, ты с грибным со стратой. Ну да, я хочу с грибным со стратой. Ну да, говядина пожевать. Да, надо отметить, неплохо. Я даже в какой-то мере получаю удовольствие. Даже не в какой-то мере, а процентов так на 75. Потому что говядина хоть и пожевать. Но, вы знаете, здесь местные буфало, вот эти вот горбатые коровы, они особенной мягкостью никогда не отличались. Что по поводу соуса и грибов? Слушай, грибы прям вообще хрустяшка. Такие, ну, правильно, я думаю, приготовленные. Соус тоже очень вкусный. Ну, такой какой-то мясной соус, что ли, как-то так. И рыбный с остротой прям вообще супер к ним подходит. Прям очень сильно, мне нравится. Ну, короче говоря, вот это действительно, когда заказываешь, получаешь удовольствие. А стоит такая тарелочка 120 тысяч донгов. Вопросов нет, ребята, это блюдо кайповое. Вот я-то уж, ладно, привык и много раз говорю. Ну, для меня это дорого, для меня это дешево. Твои ощущения? 120 тысяч. Это примерно, сколько там, 500 рублей с копейкой. Слушай, за 500 рублей я считаю, что вообще шикарное блюдо. Это недорого. В целом в России ты за 500 рублей. Ну, в нынешних реалиях такого блюда не получишь. Ну, то есть, в целом во Вьетнаме дешевле, да? То есть, по еде. Это блюдо мне очень нравится. Грибов много. Говядины не так много, больше, наверное, грибов. Но, тем не менее, грибы очень вкусные, они хрустящие. Они прям сделаны четко, мне нравится. То есть, до качества не докопаться? Вообще никаких вопросов. И быстренький вопрос. Ириш, по поводу сначала змеи, а потом говядины с грибами. Змея, в принципе, вкусная. Если ты не понимаешь, что ты ешь змею, то ты никогда бы не понял, что это змея. По поводу того, что нужно пожевать, если честно, я даже не поняла, что ее прям нужно пожевать, потому что со слов, что нужно пожевать, мне казалось, что она прям там резиновая будет. Но на самом деле нет. Опять-таки, замиксовали со специями, все очень вкусно. Вопросов нет. Да, и грибы с говядиной. Да, здесь мне показалось говядина, это то, что нужно пожевать больше, чем змею. Да, и, в принципе, по вкусу, хоть я и грибы не очень люблю, но, опять-таки, вот этот мясной соус, он очень вкусно сочетается и с говядиной, и с грибами. Ну, то есть, нареканий нет, все нормально? Нареканий нет, все отлично. Роман. Слушай, от змеи я вообще в восторге, потому что я много раз ее пробовал, и каждый раз мне казалось, что это бесполезная вещь, которую не стоит заказывать, и за нее переплачивать такие деньги. А вот здесь вот этот фарш, он настолько вкусный, настолько нежный, что я просто в шоке, что змея может быть реально вкусная. А говядина, ну, для меня это привычное, обычное блюдо, но здесь его хорошо приготовили, они молодцы. Друзья, я напоминаю о том, что со мной, если вы собрались во Вьетнам, можно связаться в Телеграме, все контакты, естественно, там указаны. И, в частности, как Владимир это сделал, он написал, он сюда приехал, арендовал байк, получил сим-карты. Скажи, пожалуйста, это легко сделать? Ну, блин, это элементарно, я, честно говоря, не ожидал, что мне вообще ответят, то есть оправдались полностью все ожидания. Блин, для меня было сюрпризом, что на мою просьбу очень быстро ответили аренду байков, взять симки, также экскурсии любые, то есть все предложили, все сразу лично встретили. Блин. Супер, спасибо тебе большое. Володь, не за что, и не надо думать, как Володя, что мне вряд ли ответят. Вам ответят. Спешите, пожалуйста, ребята. А следующее блюдо у нас, ребята, каша с угрём. И, как мы так почерпали, посмотрели, угря здесь прилично. Да, Володь, да, вот правильно, все взял. То есть рисовая каша с угрём, со специями. Я вижу еще дополнительно здесь лучок и всякое прочее разное. Давайте положим и уже конкретно попробуем. Да, угрь в наличии. Ну, Володь с остротой, да с соевым. А я для начала просто так угря. Только хребтинка остается, что здорово и хорошо. Ну, нежнейший. Блин, он просто нежнейший. Шикарный. Сама каша. Диетичненько, ребята. Очень даже диетичненько. Угарь хороший, вкусный. Это не морской угарь, как я понимаю. Это пресноводный. Но никакой тины, ничего здесь нет. Таких вот ощущений. Роман тоже сейчас по этому поводу скажет. Володь, твое мнение. Ну, я попробовал до этого без соевого, да, с остротой. Очень вкусно. Бульон сам как будто бы больше мясной, чем рыбный. Да. Такая плотноватая каша. То есть, ну, в целом, мне очень нравится. Очень вкусно. Когда добавляешь остроты, становится еще в два раза вкуснее. А, да? Да. Волен каждый балантик, как ему угодно. На мой взгляд, за 100 тысяч, а именно столько стоит это блюдо. Вообще никаких вопросов. Ну, ты представляешь, ты на одного вот это взял? Это мы сейчас тут поделились. Это на троих, как минимум. Это как минимум на троих, да. Ну, то есть, это объезд и за эти деньги хорошо. Это очень хорошо, за эти деньги, да, вообще. Вопросов никаких нет. Блин, каша... Ну, я вообще сам не любитель каши, но вот эту бы я доел. Мнение. Зала? Ну, конечно, это сложно назвать вообще кашей. Больше что-то похоже ближе к супу, потому что жидкости много, но при этом это действительно вкусно. Например, рыбные какие-то истории я не очень люблю. Там уху, но здесь очень вкусно. Нету приторного вкуса вот этой рыбы, тины. И действительно очень вкусно по специям, по приправам, по зелени, которая там добавлена. Цена, особенно за такой объем, вообще даром считаю. Слушай, ну я вот этот полусуп, полукашу вообще обожаю, потому что у нее очень насыщенный вкус. Скорее всего, как всегда, они делают на курином бульоне. Вот чтобы люди понимали примерно, что она из себя представляет, это если заболели, простудились, что-то такое очень хочется. А угарь меня всегда удивлял, мы много раз его с тобой пробовали, почему он не воняет тиной, как остальные местные пресноводные рыбы. Угарь тоже замечательный. Володь, ну что? А теперь та самая вторая часть змеи, которую мы просили на пару. Я, признаться, первый раз, когда нам это принесли, увидел такое впечатление, что это в апритюре. Ну ладно, мы докапываться не будем, мы сейчас, давай, какие-нибудь куски, вот смотри, я тут заприметил, это типа с ребрышками, видишь, да, позвоночник и ребрышки. Я думаю, что я стесняться не буду, я вот прямо так. Слушай, по мягкости нет, это не фритюр. И тут шкура на поверхности, все полоски змеи видны, я так и кусну. Резиновенькая. И сплошной лимонград. Смотри, видно, что змея. Ребра маленькие, хребтинка. Ну да, резиновенькая, лимонграсса много, имбиря тоже тут накидали хорошо. Вы знаете, если подытоживать змею во всех ее вариантах, как сегодня приготовили, то это, пожалуй, самая вкусная змея. Я не конкретный вид змеи имею в виду, а именно ее готовку. Потому что здесь резиново, но это и так понятно, лимонграссово. Но когда ты жуешь вот именно, если это есть так возможность назвать, филе змеи, то это даже где-то вкусно. Я бы единственное, что, может быть, хотел, кусочки тогда, вот в этом варианте, подлиннее, чтобы прямо вот так вот снять такую полоску, да? Это было бы здорово. Володь. Ну, учитывая, что до этого змею я ни разу никогда не ел, мне очень нравится, блин, мясо вкусное, специи отличные. Сначала кажется, что она прям будет вообще там нечего есть, но там все-таки мясо имеется, как раз-таки возле хребтинки. Мне тоже очень нравится. То есть и фарш сделан, и на пару сделали отлично. Володь, вот эту часть вгрызаешься зубами сюда и вот так вот снимаешь вот эту вот часть филе. Давай. Прям вот так? Не-не-не, вот с этой стороны тебе кусать надо. Да, да, вот отсюда. Ага, и вот она вот здесь вот еще филе, да? Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Она очень острая, так пикантно, пощипывает чуть-чуть. Учитывая, что раньше змею никогда не пробовал, мяса здесь действительно достаточно. Я удивлен, я думал, там есть вообще ничего, ну, вообще нечего есть. Вот. Остроты в меру, то есть оно не прям обжигает. Легкое покалывание, пикантность есть. Что по консистенции мяса? Консистенция мяса, ну, я не скажу, что прям жесткая, она чуть-чуть резиновая. Да. Да. Но не сказать, что прям ее надо жевать там очень долго. Шик пожевал, все. То есть мясо достаточно, ну, нормально. Своим приколом обладает? Да. Есть своеобразие такое, да. То есть это ни с чем не сравнить, ни с говядиной, ни со свининой, ничего. То есть. Это правда. Это правда. Что выберешь? Кровищу, желчь, фарш или вот так? Вот это. Блин, наверное, все-таки фарш. Там, во-первых, без костей. Там чувствуется текстура. Я, вы знаете, я бы и то, и это бы выбрал. Но только это я бы выбрал в случае более длинных кусочков, где бы вот так снять. Согласись? Да. Да. Ребята, в зал и мнение из зала. Ну, по кусочкам мясо вкусное. Но больше одного кусочка я не смогла съесть, потому что это просто в голове психологически. Ты видишь куски, ты видишь, что это змея. Это вкусно. Это, опять-таки, не могу сказать, что это прям супер резиновое мясо. Это вкусное мясо, но рубленую змею есть психологически легче, чем кусками змею. Ну, экзотичнее. Конечно. Особенно, когда ты видишь перед глазами это. Слушай, я сегодня поменял свое мнение о змеях с точки зрения их поедания, потому что раньше я считал это бесполезной фигней и тратой денег, но сегодня вот эта змея это самое лучшее, что я пробовал. Это и мяса в ней довольно-таки много, мясо очень вкусное и нежное, так что в целом, блин, я доволен. Володь, ну, в целом, ощущение. Вот ты приехал за змеей, и ты попробовал ее в нескольких вариантах и даже ее запчасти. Твои ощущения стоило на того? Конечно, стоило. Вообще, безусловно. Ехали за экзотикой, соответственно, в азиатскую страну. Мне очень понравилось. Действительно вкусно. Я, опять повторюсь, то, что я думал, есть мне нечего. Мясо есть, все есть. Здесь, блин, вкусно приготовили. Здесь просто вкусно и умеют ее готовить. Володь, ну, а по поводу компании. Ну, сегодня нам повезло, надо сказать, потому что суббота, выходной день, и действительно очень много народу. Народу действительно очень много. Очень все шумят, кричат, очень много выпивают людей вокруг. Видимо, это традиционная история какая-то. Но зато весело, не скучно сидеть. К нам подходят люди, даже знакомятся некоторые. Весело, мне нравится. Ну, опять же, слегка экзотично. Нужно отметить, что экзотикой в данном случае для них являемся мы. Поэтому, да, конечно же, приезжайте во Вьетнам не только за экзотичными блюдами, но и за экзотичным антуражем. Ну, а с вами был Владимир и Костян. Всем пока. Роман, у тебя тоже ложка имеется, давай. Ты, может, с остротой как раз, да? Как Ромка так добра. Ну, да. Це ж Рома. Какая-то сволочка кусает. Спасибо. Окей, отлично. Нормально? Да, да, да. Все хорошо. Нет, никто ж не ожидает от тебя, что ты будешь такой, как вот прям выдавать информацию. Все нормально?